Доброе утро всем! У нас пятница. Посмотрим день, возможно будет дождик, но пока хорошо, прохладно, приятно. Я собираюсь выбраться опять в маленький магазинчик благотворительный, где люди сдают всякие разные вещи. Основная цель – посмотреть какие-то сказки. Раз уж вам понравилось, что я их вам зачитываю, то надо пополнить запасы, у меня их не так много дома. А заодно посмотрим, может быть, что-то еще будет интересное. Кому хочется в этом поучаствовать, оставайтесь, едем вместе. Меня спрашивали, кто же успел рассмотреть, что Дефенбахия куда-то пропала из моей квартиры. Вот она сейчас пока восстанавливается здесь, потому что у нее стали сухнуть верхние листочки. Света ей не хватало, чего-то ей не хватало. А здесь обычно растения все очень хорошо чувствуют. Вот здесь более такая прохладная температура. Вот и все мои, которые дома немножко как-то жили не так, теперь переселились. И пока живут, растут здесь и очень хорошо. Муха ползает. Не моя муха, настоящая муха. Судя по погоде, может быть дождь, но я не взяла зонтик. Мне так лень его носить. Надеюсь, что я как-то успею проскочить. Вот такой вид на наш дворик. Зеленый. На улицах, как обычно, у нас тихо, пустынно, потому что уже 11-й час. Сегодня я поздно выбралась. Вчера был дождь ночью, видите, какие лужи. Даже гроза, но я ее проспала. Есть несколько вариантов, как добраться до этого магазинчика. Можно поехать на трамвай, на автобусе, на нескольких даже. Выберу, наверное, автобус. У него маршрут подлиннее, но подъедет прямо туда, куда мне нужно. Сегодня я ленюсь гулять. Казалось, что нужно ждать 13 минут довольно долго. Ну, ничего, есть время поболтать на фоне забора ботанического сада. У меня получается так много снимать видео, только потому, что у нас очень разные ритмы, дневные биоритмы, хочется сказать, с мужем. Он до 4-5 утра чем-то там занимается. И сейчас спит. И все утро у меня свободно. Поэтому я вас умудряюсь за эти пару-три часа, пока меня никто не отвлекает. Могу вам что-то поснимать. Кстати, вот увидела за забором грецкий орех. Вот он там зелененький такой. Он уже не превратится ни во что более коричневый. Он таким и останется. Не дозреет, потому что климат не тот. Хотя это лето было, конечно, безумно жаркое. Мы едем с вами в район Риги, который называется Иммонта, даже Иммонта-5. Уже показывала вам много раз, как туда добраться и где нужно выйти, чтобы попасть в этот магазинчик. Поэтому, наверное, повторяться уже не буду. А буду просто сейчас ждать автобусу. Скоро уже будем на месте. Здесь по краю жилого района идет такой красивый сосновый лес. А с другой стороны дома. Ну вот мы и в магазинчике. Здесь иногда попадаются очень приятные картины. Вот такая, как с этим осенним лесом. Так, а вот и книжки. Так, вот здесь у нас конкретно полочка с детскими сказками. Посмотрим. Может быть, что-то удастся найти интересное для вас. Книжка года моего рождения. Дэд Киз, 1963 год. Старик Хаттабыч. Путешествие с троллем. Это не те тролли, которые троллят на ютубе. Это другие тролли. Здесь есть даже надпись. Такая вот памятная. 68 года. Немножко для себя тоже хочу посмотреть. Каких-то книжечек. Так, как. Продолжение следует... 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 Мушенце, иди поздороваемся. Поздороваемся. Мушенце, привет. Привет всем. Так, Мушенце, давай-ка ты куда-нибудь сядь. У меня тут все сразу звери приходят, требуют внимания, тритончики там приползают. В общем, а времени у меня мало, потому что у меня скоро начинается работа. Нашла такое книжечку, мне она очень понравилась. Весна в лесу, Баркова, издательство Малыш, 71 год. Ну, такая раскраска, но там, по-моему, очень милые истории. Это из детских книжечек и сказочек. И замечательное такое сквозь волшебное кольцо. Мне кажется, что здесь ирландские, английские какие-то легенды, а может быть, каких-то других стран. Они как раз не очень большие по размеру. Действительно, очень много смотрю легенд. Я думаю, что будет, что почитать детишкам. И для себя взяла конечно, там много классики было. Очень хотелось что-то даже взять, перечитать. Лескова, что-то там. Ну, взяла из современных Карсон Макка Лерс «Отражение в золотом глазу». Что мы тут про нее можем знать? Она стала знаменитостью уже к 24 годам. То есть, очень ранний писатель. Американский писатель, писательница. И, соответственно, конечно, писать будет об американской жизни. Подростковая. Я уже так заглянула, что она такая, может быть, немножко депрессивная и проблемная книга. Но иногда хочется ознакомиться с творчеством какого-то автора, которого ты, о котором ничего не знаешь. О судьбе подростков я уже как вижу здесь. О 12-летней девочке, еще о ком-то. В общем, какие-то рассказы, повести. Я думаю, это всегда стоит ознакомиться с каким-то новым, интересным автором. И так далее пойдут уже такие покупочки всяких интересных разностей. Начну... Сейчас буду шуршать. Начну с графинчика. Ой, который мне... Мне вообще нравится. Графинчики, амфоры, все такое длинненькое, хорошенькое. Тем более, если оно хрустальное какое-нибудь или стеклянное, вот такое. Пробочка еще приклеена скотчем. Сейчас мы ее аккуратно отклеим. Я считаю, что это правильно, потому что нечаянно можно ее уронить и разбить. А потом уже нигде ты не найдешь такую красивую притертую пробочку. Такой графинчик, который может и по прямому назначению служить, и просто где-то стоять как украшение. У меня скорее будет как украшение, потому что я не пью спиртное. Ну, можно туда сока налить на стойке какой-нибудь, на травах лекарственной. В общем, применение найдем. Понравился, красивый. Пошершу еще. И увидите то, что я вам показывала. Это тоже, я так понимаю, аромалампа, потому что здесь есть куда поставить свечку, а сверху есть куда налить. Ну, можно и просто как подсвечничек использовать. Понравилась она такая природная, глиняная, шершавая, и здесь изображена гусеничка. Вот эта гусеничка меня покорила почему-то, не знаю почему. Наверное, в преддверии, так сказать, холодных, осенних, зимних дней, когда уже природа вся заснет, захочется увидеть что-то такое ползущее, летнее, какие-то травы летние. В общем, такая очень приятная вещица. Она хороша и для подарка, потому что она очень такой оригинальной, интересной формы. Здесь какие-то дырочки, может, ее даже можно как-то подвесить при желании. В общем, сделана довольно-таки интересно. Что-то в ней зацепило, как всегда. Вот если что-то цепляет, пройти мимо сложно. Зацепила эта кружечка, вы ее видели. Это будет точно какой-то подарок для какой-то девочки, потому что посмотрите, как она замечательно сделана. Первый раз такое вижу, чтобы не просто был рисунок, а в самой кружечке была еще одна фигурка слоника. вот такая очень милая, очень позитивная. Ну, как можно было не купить такую вещицу? Всего за 45 сантим центов, евроцентов. Еще поширшим. Собачка спит на ногах. Пригрелась. Тоже приклеена скотчем крышечкой. Сейчас я ее отклею. Это, скорее всего, сахарница, хотя я думаю, что ее можно, например, использовать предположим и для меда, и для чего-то еще. Вот такая под синий сервиз, который у нас есть. Так, скотч приклеился ко мне намертво. Здесь предусмотрено для ложечки. место. Ну, и в целом она такая простенькая, но тем не менее мне такие вещи нравятся. Вот эта ручка очень понравилась, аккуратно так сделанная. Конечно, она такая уже несовременная, но тем она мне приятно, что она несовременная. Как-то как бы там ни было, все равно мы все возвращаемся мысленно в наши юные годы детства, а тогда вот такие вещи вполне могли быть. Еще пошуршу немножко. и это кусок стекла, вернее, не стекла, это такие есть украшения, сейчас сниму ценник, постараюсь, ну ладно, пускай ценник будет, 55 центов она стоила. Такое декоративное, есть с какими-то рисунками, с которыми все понятно, что там изображено, а здесь что-то непонятное, оно ставится на такие места, которые довольно хорошо освещены, и солнце лучи падают сквозь нее, как-то преломляет свет красиво, и ну просто, вот мне почему-то нравятся такие куски стекла, явно, что она вот так должна стоять, хотя бы мне бы нравилось, если бы она стояла вертикально, но здесь предусмотрено. Здесь как раз что-то непонятное, если бы оно было цветное, это вообще было бы потрясающе какое-нибудь, голубое, зеленое, но такие редко бывают. У меня есть, по-моему, буквально одно, только разноцветное, мне нравится, мне вообще очень нравится стекло, мне нравятся фактуры, тяжесть, как оно лежит, как оно преломляет свет, в общем, прекрасно, и уже звонят и меня сейчас, оторвут от вас. И последнее, что я не успела вам показать, потому что нас прервал звонок, это украшение, выбрала его, потому что оно явно какой-то ручной работой, здесь плетение из бисера, здесь такие камушки есть натуральные, тоже очень красиво плетеные в проволочке, оно будет коротенькое, оно будет такое вот под шею, но к некоторым вещам как раз очень хорошо подойдет. Естественно, может быть, и не стоило покупать, уже всяких украшений много, но вот это такое вот шапогульное, конечно, когда ты что-то видишь и тебя цепляет, и ты не можешь устоять, потому что что-то в нем есть, вот всегда в некоторых вещах что-то есть, и чем-то же они привлекают внимание, вот в этом весь наш выбор, что-то нравится, что-то не нравится, что-то привлекает внимание, что-то нет, мышенцы, иди попрощайся, опа, мы попрощаемся с вами, завтра будет дневник шапоголика, как всегда, воскресный, там тоже будет о каких-то покупочках, в общем, как-то вот так, да, Муха? Сейчас пойду выгуливать мышенцы и заниматься всякими делами, пока-пока!